И снова здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала. У меня в руках очередная посылка бандероль из Китая. Заказ был осуществлен на сайте Алиэкспресс. Я так предполагаю, что здесь находится перочинный нож. Давайте откроем, посмотрим. Да, действительно. Вот такой маленький ножичек. Откроем пакет. Тяжело так вытаскивается лезвие. Люфта никакого нет. На задней части у него тут есть вот такая клипса, тоже тугая. Лезвие, три клепки, то есть лететь он никуда не должен. Лезвие, но я бы не сказал, что оно, хотя мы можем, да, что-то не чувствуется. Если мы попробуем на бумаге, режет, сколько здесь слоев, два слоя бумаги, внутри пупырчатая пленка и плюс сверху обмотан скотчем. Ну, то есть, вполне прилично режет. Попробуем на небольшом картоне. Да, хорошо так режет. Хороший ножичек. Будем его использовать при распаковке других посылок. Хорошо складывается. Здесь у него есть ушко для крепления, чтобы он где-то висел. В кармане или где-то. Ну, исполнение, в принципе, прочное. Так, до этого мне приходили заказы вот с такими резиновыми креплениями. Я уже распаковал. Тоже достаточно прочная такая резина, несмотря на ее небольшую толщину. Это крепление для... Вот здесь вот на бирке нарисован фонарик. То есть, на руле велосипеда можно крепить фонарик. Можно, не знаю, там какой-нибудь велосипедный видеорегистратор. Любые примочки, прибамбасы для велосипеда. Вот. А вот что скажу по поводу вот таких вот так называемых светлячков. Они, как было указано на сайте, крепятся на спицы колеса велосипеда. Вот здесь у него есть две лунки. Не знаю, видно, нет? Вот. Две лунки. Не знаю, для чего тут две. Спицы-то они расположены по-другому совершенно. И две дырочки для какого-то другого крепления. Попробовал я прикрепить. Ничего из этого не вышло. Этот светлячок, он где-нибудь на какой-нибудь кочке сразу отлетает. Либо повреждает какую-нибудь деталь велосипеда. Например, у меня на руле установлен велокомпьютер. От него идет провод к сенсору на передней вилке. И при вращении колеса, если вот это вот слетит, он задевает провод и его обрывает. Так что это не есть хорошо. Идут такие светлячки. В комплекте, кстати, нет батареек. Здесь устанавливается батарейка-таблетка. Ну, подходит даже таблетка от материнской платы компьютера. Вот размер такой же. Я не помню сейчас какой номер. Ну, она подходит. Здесь три режима мерцания разноцветных огоньков. Синий, зеленый, красный, какой-то пурпурный. Режим быстрого моргания. Режим плавного переливания цветов. В общем, красиво, но ненадежно. И опасно. Чтобы включить, нужно нажать вот на эту пипку до щелчка. И начинает переливаться цветами разными. Вот. Так что это надо что-то придумать другое. То есть не такие покупать светлячки. А, например, колпачки со светодиодами на ниппель. Это более будет надежней. Ну, в принципе, и все. Да, кстати, по поводу цены ножа. Я заказывал с мобильного. Сейчас загрузится. Ножик стоит 3 доллара 86 центов. Вот такие светлячки. Я заказывал их 4 штуки по 75 центов. Всего 3 доллара. Резиновые вот эти крепления. Я заказывал 6 штучек. Они мне обошлись в сумму 2 доллара 76 центов. Ну, вот, в принципе, и все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Комментируйте. Всем спасибо. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok